Лицам до 21 года, людям нетрадиционной ориентации, театральным критикам посещение категорически запрещено. С такими предупреждениями обратился к курским зрителям Московский независимый театр. Артисты привезли спектакль «Вий». Известное название – современное прочтение. Мистика в сюжете – комедия на сцене. От Гоголя – действующие лица. Остальное – режиссерская версия. Всем влюбленным посвящается! Этот спектакль назвали скандальным даже в искушенной театральной Москве. И этот самый скандал начинается сразу, когда вслед за классиком на сцене появляются бурсаки в образах рок-звезд. Чем дальше развивается сюжет, тем больше удивляются зрители. Место действия – хутор с говорящим названием. Главные герои вроде и сменили яркие парики на рясы семинаристов, однако поведение осталось далеко не духовного содержания. Они дарят недвусмысленные подарки, ужинают с кетчупом «Балтимор», интересуются, кто убил Кеннеди. Но, как и во времена Гоголя, уверены – все бабы-ведьмы. У одной такой ведьмы и пришлось остановиться бурсакам. Ситуация, знакомая из книги. Все бы ничего, если бы бабушка не норовила вспомнить буйную молодость. И даже с этим можно смириться, если бы не ориентация героини. Хама думает, что паночка – ведьма, а она, оказывается, мужчиной. Многие люди, вы правильно заметили, будут в шоке, когда увидят такую паночку. Ну, такой замысел режиссера. Это, по крайней мере, очень смешно. Главное – понять этот юмор. А чтобы понять, надо уметь отделять зерна от плевел и улавливать разницу между пошлостью и эпатажем. В этом плане зритель должен быть подготовленным. Ну, стриптиз я буду танцевать тут. Да, ну, как сторонник-несторонник в прошлом, до театра, я, допустим, работал стриптизером. То есть, тут для меня никаких, опять же, проблем нет. Образы героев, их реплики и порой шутки на грани дозволенного становятся вполне объяснимы, если знать предысторию постановки. Спектакль задумывался как пародия на все то, что происходит сегодня в мире. Вопросы алкоголизма, нетрадиционной ориентации, наркозависимости артисты искренне высмеивают. А уж зрители воспринимают происходящее каждый в меру своей испорченности. Если это уже немножко постарше поколения, ну, скажем так, уже, ну, где-то за 50 лет и выше, они же ведь не читают афиши. То, что написано в афише, что это комедия, что это по мотивам Гоголя, это не Николай Васильевич, да. Они приходят, и первый вопрос, будет ли летать панночка, почему, где гроб там и так далее. Поэтому из-за этого возникает скандал. Приходят там женщины с высокими прическами, там, в вечерних платьях, а тут им, извините, про геев показывают. То есть, ну, конечно, видишь, что в зале некоторые встают и ходят. Актеров такое поведение уже не удивляет. Они знают, что те, кто досмотрит спектакль до конца, останется довольным. Когда-то для самих артистов участие в этом проекте казалось необычным экспериментом. На самом деле я редко говорю нет, вот, потому что всегда пытаюсь попробовать что-то новое. Вот, поэтому всегда говорить да, лучше. Это такая дурковатая роль в этом спектакле, там, особо не надо, как бы, верить, что это все происходит в то время. Вот, у нас очень нестандартный спектакль, он смешной отдохнуть. Мистический флёр вокруг действия на сцене тем не менее сохраняется. Периодически появляется персонаж в чёрном балахоне, да и паночка всё-таки умирает. Однако это лишь актёрская игра, театрализованное действие, не больше. В реальной жизни никаких странных историй с героями Вия не происходило. Смешные казусы какие-то случались, там, не вовремя, ну, это такие технические, там, не вовремя упал парик, там, или ещё чего-то, вот такого плана, там, где-то технически, да, оборвался задник. Один раз у нас было такое, что штангет оборвался, но это всё технически, к счастью, никто не пострадал. У московского независимого театра много классических постановок. Вий артисты называют исключением из консервативного репертуара. Но, как известно, любое исключение только подтверждает правила. А значит, те зрители, которые познакомились с современным прочтением Вия, не разочаровались. Илья! Вау! Илья!